Слово с короткими выниками матча, с короткими. Майя, головный тренер команды «Динамо Минска» Леонид Станиславович Кучук. Калиласко. Задавайте вопрос. Пытание. Калиласко, Егор? Значит, у него, как бы вам сказать, открытый перелом фаланги пальцев был. Сейчас, с завтрашнего дня он уже будет работать в общей группе. Пальцы ноги? Да. Причем право. Ну, уже, как бы, все обошлось. Продолжаем. Да, пожалуйста. После предыдущего матча у вас спрашивали про Шитова, да, то, что на позиции Козлова пока Шитов есть. Насколько вы довольны тем, как он Козлова заменяет? Я думаю, больше всех подходит по характеристике, по параметрам? Да нет, ну, Шитов и Козлов немножко разные параметры. Шитов мощнее, Шитов, скажем так, все-таки играет за защитника и, скажем, умеет как сохранить мяч, так и отбирать мяч. Поэтому здесь мы смогли, как бы, вот это, ну, скажем, перестановкой нивелировать все слабые стороны, которые у нас появились с потерей Козлова. Да. Козлазка. Фольга Ивановна, Федорусик. Ваш дубль не первый матч уже играет на завтра после основы. Объясните, в чем преимущество этого и легко ли соперники? А вы задайте вопрос. Я не знаю, это дубль, значит, это, значит, возможность использовать игроков в принципе. Значит, на следующий день, когда перед матчем дубль играет, ты не в полной мере можешь использовать своих игроков полностью, да? В связи с тем, что мы передали своих молодых игроков Смолевичу, нам приходится, скажем, варьировать вот так. Это не более того, что использовать обойму игроков и давать возможность, ну, возможность сыграть игрокам, которые не сыграли. Вы это подсмотрели, я думаю. Я ничего не подсмотрел, это уже, это ничего, не, 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 это не подсмотрел, это в мире такая, в Европе существует такая практика, понимаете? И я считаю правильно, опять же, я объяснил почему, потому что если играет накануне, ты не можешь использовать в полной мере игроков, ну, скажем. Те, кто не получает игровую, ну, практику, игровую активность. На следующий день, да. Оно есть такая возможность. Соглашаются, наверное? Ну, мы пытаемся, ну, как бы соперники, мы пытаемся обговаривать вот эти вопросы. Ясно, что находим кто-то, может соглашается, кто-то не соглашается. Ну, находим пока точки соприкосновения, скажем так. Спасибо. Когда Скайбур. Костей, Славчик, прокомментируйте, пожалуйста, матч сегодняшнего по содержанию. Понятно, что каждый тренер хочет побеждать всегда. Насколько вы довольны этой ничью, исходя из того, как матч складывался, насколько она экономирует? Ну, значит, торпеда очень мощно начала игру. Нам можно сказать, что чуть повезло в начале матча. И потом игра выровнялась, мы понимали, что психологическое, ну, скажем, давление, и торпеда полетит. После того, как она первый тайм полетела, второй тайм, нам удалось выровнять эту игру. В принципе, в принципе, и мы имели моменты, когда тоже могли ее реализовать. Скажем, игра строилась до забитого такая. Это когда такие соседи по турниру на таблице, значит, она не строится красиво. Она строится, нужно уметь играть от первой до последней минуты. Поэтому очень сложный матч, очень сложный. Как для торпеда, я не знаю, как они, ну, скажем, так и для нас. Ну, мы играли на выезде. В любом случае, есть потеря очков, но есть и одно очко. Поэтому двигаемся дальше. Торпеда до нас не опередила. Дякую. Еще пытались, коллеги? Подякуем, Леонид Сихтович. До встречи. Продолжение следует...